Я хочу узнать, ты веришь в то, во что веришь, потому что ты убеждён в этом? Или потому что ты воспитывался определённым образом? Потому что тебя этому научили, и я просто чувствую... Определённо. Как тебя зовут? Мередит. Мередит, меня зовут Собор. Я не знаю, я не хочу, чтобы... Нет-нет, это нормально. Прошу, брат, она не хочет, чтобы её снимали. Всё в порядке. Дело в том, Мередит, Коран даёт тебе критерии. И я думаю, с этими критериями люди могут согласиться. Они могут не согласиться с Кораном, но они согласятся с критериями. И эти критерии... Не следуйте своим предкам. Не следуйте своему обществу. Да, не следуйте своим страстям и желаниям. Потому что два человека могут знать одно и то же, но делать противоположные действия. Например, кто-то может быть хирургом-пульмонологом и при этом курить сигареты. У них есть логическое представление о том, что курение вредно. Но действуют ли они в соответствии с этим? Нет. Значит, ваши желания тоже не ведут вас к истине. Итак, Коран говорит, что общество не ведёт вас к истине, и ваши желания не ведут вас к истине. Единственное, что ведёт вас к истине, это здравый интеллект и то, что находится внутри вас. Коран говорит о человеческой природе. О том, что люди хотят соединиться с чем-то большим. Одно из лучших впечатлений, которые мы, люди, получаем, это когда мы видим водопады, когда мы видим небо. Вы можете играть на своём телефоне весь день, вы можете переписываться в WhatsApp, можете здесь смотреть фильмы. Да. Но одно из самых больших впечатлений, оказывающие на человека, это то, когда он видит что-то величественное, что-то возвышенное. Это часть человеческой природы. И Коран говорит, что если вы хотите познать величие Творца, соединиться с Богом, тогда смотрите на природу. Потому что природа – это книга Бога. Знаешь, когда я смотрю на человеческое тело, я думаю, как можно изучать это и не уверовать? Я совсем недавно купил iPhone 7. Я был так счастлив. Я использовал его один день, два дня, три дня, а затем я понял, что это просто ещё один смартфон. Просто ещё один смартфон. Но, знаешь, человеческое тело... У меня сейчас течёт кровь по всему телу, верно? В моих венах и в моих капиллярах кровь. Если где-то в моём теле будет утечка, что произойдёт? Я могу умереть. У меня могут быть тромбы, верно? Однако прямо сейчас в моём и твоём теле есть утечка. Как она может быть в моём теле? Это есть во всех человеческих телах. И утечка находится в твоём мозгу. Небольшая часть крови выходит наружу и попадает на ту часть мозга, которая проверяет на наличие токсинов. Постоянно. Поэтому, если ты съешь что-то вредное, твое тело отреагирует. Потому что оно обнаружит, что только что ты съела токсин. Верно. И это феноменально. Ты знаешь, твои почки, они проводят потрясающий химический анализ, который не могут выполнить даже самые лучшие лаборатории мира. Да. И этот замысел внутри нас – это работа Бога. И послание всех пророков Бога, пока что забудь о религиях, послание Иисуса, послание Моисея, послание Ноя, послание Авраама, заключалось не в том, чтобы убивать друг друга, сражаться, захватывать земли или что-то подобное. Но их послание было иметь лучшие отношения. Потому что отношения – это то, что делает тебя счастливым. Итак, Мередит, если бы я дал тебе 1 миллиард долларов, что бы ты купила? Я знаю, куда… Я понимаю, к чему ты клонишь. Ты хочешь привязать это, к примеру, айфона? И что эти вещи не представляют собой истинное счастье? Да. И что эти деньги не осуществят истинное счастье? Да. Качество твоей жизни… Я собираюсь сделать утверждение, но я могу ошибаться. Качество твоей жизни зависит только от твоих отношений с другими людьми и с нашими отношениями в целом. Если бы я дал тебе 1 миллиард долларов, и ты могла бы купить все, что захочешь, но не было бы людей, которыми можно было бы поделиться этим опытом, ты бы расстроилась. Ислам учит нас. Пророк Мухаммад, алей-саляту вассалям, сказал, «Я пришел, чтобы восполнить благой нрав. Я пришел для того, чтобы помочь восполнить ваши отношения». Итак, в Исламе качество вашей жизни зависит от качества ваших отношений. Лучшие отношения, которые у вас могут быть, это с тем, кто создал вас. А после того, как у вас сложились отношения с тем, кто создал вас, Ислам и все пророки Бога, они научили нас иметь хорошее отношение с окружающей средой и с другими людьми. Да. Мы не верим, что только потому, что я вырос в мусульманской семье, поэтому я мусульманин. Мы считаем, что лучший способ прийти к истине – это использовать свой разум и использовать свои отношения с Богом и просить наставления. Ты хочешь сказать, что атеисты и все остальные люди не имеют разума? Это хороший вопрос. Дело в том, что я могу быть рациональным. Знаешь, ты выглядишь как австралийка. Да, Новая Зеландия. Новая Зеландия. Хорошо. Извини за это. Знаешь, в этой стране, если ты купишь пачку сигарет, ты увидишь, что на пачке есть ужасная картинка. Я не знаю, видела ли ты это. Да, да. Разве те люди, которые курят сигареты, не знают, что это вредно для них? Да, знают. Они знают. Таким образом, логика не означает, что она повлияет на твоё поведение. Речь идёт о твоём сердце. В Коране сказано, что в судный день спасётся только тот, у кого здоровое сердце. Здоровое сердце всегда ведёт тебя к Богу. И всегда ведёт тебя к истине. Но то, что затуманивает сердце, это общество, другие люди, наши желания, наши грехи. И когда мы стараемся очистить своё сердце, Бог вложит счастье в наши сердца. В Коране сказано, единственное, что принесёт вам счастье, единственное, что даст вам внутренний покой, это поминание Бога. Поминание Бога – это необязательно. Смотри, Мередит, ты можешь гулять по улице, выходя из парка ораторов. Ты можешь смотреть на деревья и думать про себя. У каждого дерева есть клетки. И каждая клетка содержит больше информации, чем все книги, вместе взятые в мире. Ты совершила поклонение Богу, просто думая таким образом. Да. Итак, ислам учит, что мы должны постоянно поклоняться Богу. И это цель нашей жизни. Хорошо, это довольно интересно. Могу я спросить тебя? Мне очень интересны вещи, которые ты сказал. Я заинтересован в изучении разных религий. Я бы не сказал, что у меня обязательно есть религия. Но мне бы хотелось услышать мнение других людей. А каково ваше мнение о всех этих других верованиях и религиях? Хорошо. Я сделаю утверждение. Но я не смогу обосновать это утверждение за столь короткое время. Нет, всё в порядке. Я хочу, чтобы ты исследовал его в свободное время. Да, я постараюсь. Теперь, как сказал пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалам, все люди рождаются с естественными склонностями. Естественные склонности – это хорошие склонности, а не плохие. Итак, в исламе мы верим в презумпцию невиновности. Это всегда было в исламе. Даже здесь, в Европе, около пятиста лет назад, если бы я обвинил тебя в том, что ты ведьма, тебе бы пришлось доказывать, что ты не ведьма. Да. Но в исламе каждый человек невиновен, пока его вина не будет доказана. Почему? Потому что люди в своей основе хорошие. Итак, пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалам, сказал, каждый человек рождаются с естественными склонностями. Да. Но именно общество меняет его в лучшую или худшую сторону. И я считаю, что все религии… Ладно, не все религии. Я бы сказал, большинство религий изначально исходили с одним и тем же посланием. Я не могу обосновать это за короткий период времени. Но я приведу тебе некоторые доказательства. Например, в Древней Индии была индуистская религия. Индуистская религия в своей основе утверждает, что есть один бог. И вы должны поклоняться только одному богу. И не должны создавать идолов. Об этом говорится в Ведах, книге индуистов. Я не могу оправдать это прямо сейчас. Позволь мне просто закончить это предложение. Хорошо. В персидской религии есть пророк Заратуштра, основатель зероастризма. Древний зероастризм учил, что следует поклоняться только одному богу. И сегодня индуисты поклоняются идолам, а зероастрийцы поклоняются огню. Точно так же, как и Иисус пришел с посланием, что вы должны поклоняться одному богу. Я могу дать тебе бесплатную копию. Где моя сумка? Я дам тебе бесплатную копию Корана. Спасибо. На самом деле, этот перевод сделал Мальмаду Пиктал, английский аристократ. Он был христианином, но путешествовал по мусульманскому миру и стал мусульманином. И он написал первый перевод Корана. Даже несмотря на то, что Коран может показаться большой книгой, но с точки зрения глав, Коран не имеет ни начала, ни конца. Знаешь, в Библии есть от бытия до откровения, от начала до конца. Коран же не предназначен для чтения от начала до конца. Ты можешь открыть его где угодно. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Но есть одна вещь, которую я испытывал в своей жизни. И многие люди, принявшие ислам, испытали в своей жизни. В этой стране есть сотни тысяч людей, обращенных в ислам, верно? Во всем мире ислам является крупнейшей растущей религией. Даже несмотря на то, что в средствах массовой информации о нас существуют самые большие заблуждения. И причина? И я собираюсь сделать утверждение об этом. Когда люди перестают верить тому, что они слышат в медиа, и тому, что говорит им общество, и пытаются соединиться с Богом и читать Коран непредвзято, Бог наставляет. И я верю, что если ты попытаешься сделать это, Бог направит и тебя. Могу я задать тебе последний вопрос? Конечно. На самом деле, я очень заинтересован вопросом о мусульманских женщинах. Что ты думаешь насчет женщин? Конечно. Потому что я слышал от общества и из медиа и от других некоторые плохие вещи. Но это как бы все, что я знаю об этом. Я хочу узнать, это правда или прикрытие, как какая-то теория, которую они всем навязывают. Некоторые из того, что говорят СМИ, правда. Например, что мусульманские женщины носят хиджаб. Да, некоторые другие вещи ложные. Я просто хочу предоставить тебе некоторую информацию. Во всем мире с незапамятных времен женщины подвергаются угнетению со стороны мужчин. Фундаментальное угнетение женщин началось еще до их рождения. Даже в моей стране Пакистане, изначально Индия, и даже в большей части современного мира, за исключением западного мира. Сегодня в большинстве стран мира, если кто-то узнает во время беременности, что у него родится девочка, он иногда делает аборт или очень расстраивается. Даже в моей стране Пакистане люди очень невежественны. В Индии каждый год происходит один миллион абортов девочек. Да, по статистике женщин всегда больше, чем мужчин. Но в Индии по этой статистике мужчин больше, чем женщин из-за абортов. В Коране Бог заявляет, и Он утверждает касательно убийства девочек. В Коране есть только одна история о рождении ребенка. Только одна. Итак, ситуация следующая. Есть женщина, которая беременна. И эта женщина вот-вот родит. И когда она рожает, выходит девочка женского пола. И плача, она взывает к Богу и говорит, «О Боже, зачем ты дал мне девочку? Эта девочка, я хотела мальчика». И Бог говорит, «Женщина не подобна мужчине». И Бог говорит в этом стихе, что качество женщины – это качество, которых нет у мужчины. И в исламе мы верим, что у мужчин есть качество, которых нет у женщин. 1400 лет назад, когда пришел пророк Мухаммад, алей-саляту-салям. И это исторический факт, который ты можешь проверить. Знаешь, раньше мы не могли узнать, какого пола родится ребенок – мальчик или девочка – до его рождения. Пророк Мухаммад, алей-саляту-салям, был отправлен к обществу, в котором, когда рождалась девочка, или если девочек было слишком много, их хоронили заживо. Это исторический факт. И Бог в Коране говорит, что девочка, которую похоронили заживо, в судный день скажет, «Какой грех я совершила за подобную смерть?» Я сам мусульманин. И как мусульмане мы не можем лгать. У меня только две дочери. Я никогда не отдам своих двух дочерей ради двух сыновей. Хлянусь Богом. Почему? Потому что Бог почтил женщин, так, как не почтил мужчин. Пророк Мухаммад, алей-саляту-салям, сказал, что любой человек, у которого есть три дочери, и он позаботится о них, и воспитает их, и даст им образование, и выдаст их замуж, он будет со мной в раю вот так. И кто-то спросил, «А как насчет двух дочерей?» И он сказал, «Также две дочери». У меня две дочери. И для меня они мой билет в рай. Пророк Мухаммад, алей-саляту-салям, никогда не говорил такого о мужчинах. Почему? Потому что люди, в целом, большая часть человечества предпочитает мальчиков девочкам. Я просто перевел тебе один момент из ислама, чтобы показать тебе, что мужчины и женщины в исламе равны. Пророк Мухаммад, алей-саляту-салям, сказал, «Женщины-близнецы». Женщины-близнецы, да. Какой перевод? «Иннанеса шақа и хуриджал». Поистине, женщины-родные сёстры-мужчин. Женщины-это партнёры-близнецы-мужчин. Половинки-близнецы. Они одинаковы. Да, они одинаковы. Единственная разница в исламе, и я буду откровенен в этом, мы считаем, что женщины и мужчины равны, но они не одинаковы. Права женщины-это не права мужчины. У нас есть разные права и обязанности. Теперь ты можешь подумать про себя. В исламе могут быть вещи, которые не соответствуют твоей парадигме. Ты можешь подумать, почему женщина должна носить хиджаб, а мужчины нет. Я не могу ответить на этот вопрос. Я могу только показать тебе, почему я считаю, что ислам – это истина. Но то, что я могу сказать тебе, так это... Хорошо, я могу сказать... Подожди, прежде чем ты начнёшь говорить, одна последняя вещь. Во всём человечестве люди имеют разную мораль. Я верю, что лучший, кто может показать тебе, как правильно жить и не жить – это Бог. Поэтому, если Бог говорит что-то, я следую этому. В исламе мужчине не разрешается носить золото. Женщина может. Мужине не разрешается носить шёлк. Женщина может. Я женат. Я живу в браке уже пять лет. Мне заплатили зарплату два дня назад. И когда мне заплатили две трети зарплаты, я отдал женя. Потому что в исламе женщина, если она зарабатывает... Моя жена тоже иногда работает, и я работаю. Когда она зарабатывает деньги, она сохраняет их для себя. Потому что в исламе женщина не обязана делиться своим богатством. Но по исламу я обязан её обеспечивать. Теперь кто-то может сказать, что это угнетение мужчин, а не женщин. То, что я не могу носить золото, и то, и это. Но я принимаю это, потому что это сказал Бог. Вот и всё. Ребята, вы можете продолжить, потому что мне нужно идти на молитву. Но было приятно поговорить с тобой. Спасибо. Ассаляму алейкум, братья. У кого есть возможность, братья и сёстры, поддерживайте исламский да'ават. Поддерживайте эти лекции и дискуссии, которые я перевожу. Благодаря им много людей получают качественные знания. И много людей приходят к истине. У кого есть возможность, поддерживайте эту благую работу. В этом есть благо для вас и для людей. И Аллах воздаст вам за это. Продолжение следует...